Бывший президент Кыргызстана Акаев признал и извинился за то, что кыргызская сторона шла на многочисленные уступки канадской кампании в ущерб национальным интересам и экологии. Уважаемые кыргызстанцы, дорогие соотечественники, я хотел бы обратиться к вам и рассказать о причинах, побудивших меня вернуться на родину. Находясь вдали от родины и наблюдая за событиями, происходящими вокруг кумтора, особенно решительных мер, принимаемых после октябрьских событий 2020 года, я не мог оставаться в стороне. Невзирая на то, что в Кыргызстане я привлечен к ответственности и был объявлен в розыск, я приехал, чтобы дать показания по делу кумтора. С первых дней пребывания в Кыргызстане я ежедневно ходил на допросы и давал следователям показания. Мне было задано очень много вопросов, показано большое количество документов, содержавшихся в уголовном деле. После обретения Кыргызстана независимости передо мной, как президентом страны, стоял ряд важных стратегических задач. Это и создание собственной национальной валюты, национальной финансовой системы и обеспечение ее постоянным надежным источником золотовалютных ресурсов, которым могло стать золото-кунтора. В декабре 1992 года в Канаде было подписано первое генеральное соглашение по проекту Кумтор с канадской корпорацией Камека, с чего и началась реализация важного для страны проекта. Создавая проект Кумтор, мы связывали с ним большие надежды и перспективы успешного взаимовыгодного сотрудничества с канадской стороной. Кыргызстан ожидал намного большей экономической выгоды от этого проекта. К сожалению, не все получилось так, как нам хотелось. Со дня подписания генерального соглашения по Кумтору, кыргызская сторона шла на многочисленные уступки, в том числе и нарушения в интересах канадской стороны, в ущерб национальным интересам. Одним из таких фактов является незаконное освобождение правительством Кыргызской республики, корпорации Камека от налогов, в том числе за пользование природными ресурсами при подписании генерального соглашения в 1992 году, а также передача управления проектом Кумтор канадской стороне. В результате, кыргызская сторона оставалась не только без дивидендов, но также без крупных налоговых поступлений в бюджет республики. Считаю, что это является не только преступной ошибкой правительства. Это и моя ошибка как главы государства, поскольку я принимал решение по проекту Кумтор, слепо доверяя правительству и полагая, что при подписании генерального соглашения интересы Кыргызстана были полностью учтены. А самой главной моей ошибкой является дача согласия правительству Кыргызской республики на реструктуризацию проекта Кумтор в 2003 году. Когда изучалось предложение корпорации Камека о реструктуризации проекта Кумтор, я как президент страны ставил правительству задачу войти в новую публичную компанию Центерра только в случае справедливого распределения долей. По моим собственным подсчетам мы должны были владеть долей в Центерре не менее 40%, а то и больше. Однако правительство Кыргызской республики по итогам переговоров с канадской стороной подписало соглашение и Кыргызстан вошел в Центеру с долей всего 33 и 33%. Позже мне стало известно, что у правительства еще тогда на руках были документы, в том числе заключение международных экспертов, которые рекомендовали правительству варианты реструктуризации на более выгодных для Кыргызстана условиях. Как глава государства я не должен был давать согласия на реструктуризацию Кумтора, но в тот момент правительство меня убедило, что это необходимо. Уважаемые сограждане, я искренне прошу прощения за допущенные мною ошибки, за то, что не оправдал надежды кыргызского народа по проекту Кумтора. Отсутствие должного контроля с моей стороны за правительством позволило канадским инвесторам получить полный контроль над рудником Кумтор, которые извлекают для себя огромную прибыль, оставили Кыргызстану мизерные дивиденды и нарастающие из года в год экологические проблемы. Учитывая все это, я полностью сотрудничаю со следствием и продолжу это делать, но как гражданин Кыргызской республики и как бывший президент чувствую вину за допущенные мною ошибки и еще раз хочу искренне извиниться перед вами.